Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара сегодня. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Вместо выплат компенсации, как скажется новый закон на коммунальных платежках льготников. Ударили рекламными щитами по ландшафтному дизайну. Вандалы вернулись на Южное шоссе. Праздник в каждый дом. В Самаре открылись 160 елочных базаров. Не думай о ремонте свысока. Дом, где жили легендарные советские разведчики, отреставрирован. Предупрежден? Значит вооружен. Росгвардия проверит, правильно ли владельцы оружия его хранят. В Самарской области изменяется схема соцподдержки на оплату услуг ЖКХ. Сутное введение в том, что теперь начисления льготникам будут проводиться с учетом фактических коммунальных платежей. Никаких дополнительных справок собирать не надо, но вот итоговая сумма изменится. У кого-то в плюс, у кого-то в минус. Детали узнавал Олег Зверев. Новый закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Но ни до, ни после этой даты идти никуда не нужно. Большинство льготополучателей даже не заметит изменений. Вместо ежемесячной выплаты на оплату услуг ЖКХ их расходы компенсируют. Причем государство увеличивает траты на эти цели. В областном бюджете на следующий год заложено на 600 миллионов рублей больше, чем в 2016. Большинство людей, которые имеют право на получение мер социальной поддержки с 1 января, практически не почувствуют никаких изменений. Они как получали эти выплаты, так и будут получать. Другой вопрос, что у некоторых из них размер выплаты будет пересмотрен. Потому что это совершенно закономерно, так как раньше была усредненная выплата, а теперь она будет очень точной в соответствии с законом. В итоге, какая компенсация будет начислена, зависит от конкретных платежей граждан. Таково требование федерального закона. На областном уровне эту норму лишь привели в соответствие. Причем не нужно собирать дополнительные справки или нести квитанции в управлении соцзащиты. Все будет проведено автоматически. А вот что касается регионального уровня, вводятся дополнительные меры поддержки. В частности, компенсации взносов за капитальный ремонт для ветеранов труда. Изменения коснутся и многодетных семей. На региональном уровне нам удалось увеличить процент компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги. Процент возмещения, компенсации многодетным семьям. Если по прежнему закону этот процент составлял 30 от регионального стандарта, то со следующего года многодетные семьи получают право на компенсацию за жилищно-коммунальные услуги в размере 50%. Информацию о том, сколько льготник заплатил за коммунальные услуги, будут сообщать в управлении соцзащиты коммунальные конторы. В Самарской области работают почти полторы тысячи таких компаний. С большинством из них уже подписаны соглашения. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Ровные прямоугольные ямы появились на разделительной полосе Южного шоссе. НЛО здесь ни при чем. Это дело рук бизнесменов, у которых, вероятно, не все в порядке с совестью и законом. Яма предназначена для установки рекламных счетов. Действия предпринимателей абсолютно нелегальны. Кроме того, нарушает ландшафт. Дело в том, что в этом месте осенью разбили огромные клумбы и сад, целостность которых теперь варварски нарушена. Валерия Макарова разбиралась в ситуации. Несколько месяцев назад эта неприметная разделительная полоса на Южном шоссе превратилась в цветущую клумбу. Но, к сожалению, в скором времени ее постигла первая неудача. Неизвестные выкопали несколько декоративных туй на этой клумбе. И вот теперь, да после того, как уже лег снег, снова несчастье, но уже от новых вандалов. Недобросовестные предприниматели хотят вернуть сюда незаконные рекламные счеты. И уже начали подготавливать почву. В нашу редакцию попали фотографии, на которых рабочие готовятся к установке счетов. Посреди бела дня машина выгрузила первый фундамент для незаконных рекламных конструкций. Их на Южном шоссе убрали еще летом. Тогда счеты полностью разобрали и отправили на металлолом. И сразу начали приводить территорию в порядок. Специально для этого участка разработали дизайн-проект. Высадили пять тысяч деревьев и кустарников. Они заливают бетоном. Сюда поставят стол, и щит попадет как раз на эти вот ящины. Рабочие не сильно озаботились выбором места для щита. Землю выкапывали вместе с кустарниками и семенами газонной травы. Агроном Мария Кушаева сокрушается. После всех неприятностей с кражей растений теперь новое бедствие. Мне очень хотелось, чтобы быстрее выпал снег, чтобы растения ушли в спячку, чтобы это все как следует перезимовало. И вот совершать вот такое вот кощунство. Здесь вот прекрасная композиция у нас из ясени, подбитыми дернами белыми. И поставить и выкопать прямо недалеко от растений. Нарушили не только геометрию клумб и целостность почвы, но и систему автоматического полива. А значит весной, вместо того, чтобы сразу включить полив, сначала придется восстанавливать трубы. Конечно, мы обратимся в полицию, но опять же нам всем вместе нужно беречь то, что мы создаем своими руками на благо жителей. Потому что такую красоту портить нельзя. Тем более данное сооружение незаконно с самого начала. Обо всех незаконных действиях в этом месте горожан просят сообщать в предприятие Самара Водоканал. На его средства и привели в порядок разделительную полосу на Южном шоссе. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Валерия Макарова сегодня успела побывать не только на Южном шоссе, но и полюбоваться отремонтированным фасадом дома, где, по легенде, жили советские разведчики, входившие в знаменитую кембриджскую пятерку Дональд Маклин и Гай Бёрджис. А позже, и это уже документально подтверждено, директор авиационного завода Виктор Земец. Сегодня сторожила дома 179 на Фрунзе. Глядя на обновленный фасад, соглашаются. Так дом выглядел в свои лучшие годы. С места событий наш следующий репортаж. Стан еще один дом, который отремонтировали по программе подготовки к чемпионату мира. Фасад здания привели в его исторический вид. Вот если посмотреть на такую фотографию, весьма любопытную, эта фотография относится к началу 70-х годов прошлого века, где мы видим фасад дома, то мне думается, что фасад очень напоминает то, что было изначально. Я считаю, что в ряду тех объектов, которые сделаны в этом году, наш дом занимает достойное место и по качеству, и по цветовым решениям. При этом использовали современные материалы российского производства. Например, краска на латексной основе. Она как бы растягивается и при этом препятствует появлению микротрещин. Кроме того, лепнина на здании сделана не из традиционного гипса, а из пенополистирола с минеральным покрытием. Материалы более легкие и при этом не разрушаются от воздействия влаги. Мы впервые использовали материалы, которые обладают высокими эксплуатационными параметрами качества, что позволяет получить, так сказать, годовый фасад с длительным сроком годности. Есть подрядчики, которые делают, как вы видите, этот дом действительно очень сильно качественным. Мы их возьмем на пример и, соответственно, больше с ними будем продолжать работать. На ремонт этого фасада ушло более миллиона рублей. А всего же до конца этого года в Самаре отремонтируют 65 зданий по заказу фонда капитального ремонта. Валерия Макарова, Станислав Левин, События. Отремонтированные памятники культуры, социальное такси и футбол в каждом дворе. Общественный совет при Самарской городской думе оценил работу по реализации городских программ. Олег Зверев тоже ознакомился с итогами. Культура, социальная политика, подготовка к чемпионату мира по футболу в центре внимания общественности. В Самаре ремонтируются объекты исторического наследия, проводятся масштабные фестивали и праздники. В районах восстанавливаются центры массовой культуры, даже в самых отдаленных. Мы обратили внимание на отдаленные поселки. Как вы видите, дом культуры Волжанин – это поселок Прибрежный и поселок Береза. В Самаре создается доступная среда для инвалидов. Начал работать специальный пляж и социальный такси. А увидеть в Самаре можно много интересного. Город преображается к мировому футбольному первенству. За время подготовки футбол должен прийти буквально в каждый двор. Но вопрос, хватит ли тренеров на всех, в ответ председатель думы делит с опытом. Если есть вопросы, в районную администрацию необходимо обратиться. И я думаю, что там будет оказана всесторонняя помощь по проведению мероприятий. Почему говорю за железнодорожный район? Мой округ находится в железнодорожном районе, сама живу в железнодорожном районе. Мы проводим постоянные праздники спортивные там, в день физкультурника. Проводим шахматные турниры. Поэтому здесь, конечно, всесторонняя помощь оказывается. Очень хочется сохранить вот эту систему тренеров. Сегодня городская дума проводит свою работу в сотрудничестве с общественностью. И тому, что сделано, также дает оценку люди из народа. Как это и положено в условиях гражданского общества. Олег Зверев, Василий Кладашов, События. Почти 9 миллиардов рублей дополнительно направит федеральный центр регионам на ремонт дорог. Часть денег достанется и Самарской области. Какую именно сумму получит регион, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня дешевеет и уже опустилась ниже 56 долларов за баррель. За одну бочку дает 55 долларов 10 центов. Валюта тоже дешевеет. На 15 декабря Центробанк установил курс доллара на отметке 60 рублей 80 копеек. Евро 64 рубля 75 копеек. Золото стоит 2272 рубля. Серебро 33 рубля 10 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 62 рубля 46 копеек. Дороже всего продать за 59 рублей 34 копейки. На поддержку многодетных семей правительство страны дополнительно выделит 50 миллионов рублей. Субсидии предоставят семьям с тремя и более детьми в 53 регионах страны. Почти 9 миллиардов рублей поделят между регионами и на ремонт дорог. Самарская область от большого финансового пирога получит 192 миллиона. А вот на ремонт самарских дворов в следующем году запланировано 58 миллионов рублей. На этом все. Удачи в делах. Мороз крепчает. Аномально холодные температуры в Самаре сохранятся до конца недели, сообщает в Гидромедцентре. Но уже в воскресенье, по прогнозам, столбик термометра опустится до минус 16 градусов. В декабре синоптики обещают неустойчивую погоду. То мороз, то отепель, снегопады. В новогодние дни ожидается настоящий праздник. Сугробы за окном, морозные узоры на окнах, температура днем 30 и 31, от минус 6 до минус 10, ночью до минус 15. Тем временем в Самаре уже начали работать первые елочные базары. Марина Матвейшина узнала, как выбрать правильную елку для праздничного настроения. Аккуратные стопки елок покрыты сверкающим инием и в мороз совсем не источают хвойные ароматы. Но одним своим видом уже создают новогоднюю атмосферу. Замерзшие пешеходы не ленятся остановиться и заглянуть на елочный базар. Здесь первые партии деревьев. Ближе к Новому году выбор будет еще больше. 500 штук, пока, как бы сказать, для начала. Сейчас не позволяет погода, везти их очень холодно, боимся то, что поломается. Интересуются, покупают. На данный момент мы уже немало продали. По всему городу открыто 160 елочных базаров. Тут же к елке можно купить и аксессуары, крестовины, подставки и упаковку. Берем елку, вставляем в аппарат. Потом берем заседку и вытаскиваем. Обрезаем и завязываем. К оформлению елочных базаров особые требования. Обязательно должны быть документы на продажу хвойных деревьев и официальная вывеска. Все наши точки будут отличаться тем, что у них будет присутствовать вот такое ограждение. Видя уже присутствие такого вот ограждения, можно понять, что эта точка легальная. Работать базары будут до 4 вечера 31 декабря. Стоимость новогоднего дерева от 200 рублей и выше. Выбрать правильную елку – это целая наука. В первую очередь делаем вот так. Берем дерево и стучим его об землю. Смотрим, сколько иголок осыпалось. Если осыпалось совсем чуть-чуть, елка нормальная, свежая. Если осыпалось много, лучше такую не брать. Следующее. Отрываем иголочку. Разминаем ее в руках. Должен быть запах свежей хвои. И еще один момент, на который обращаю внимание – это срез ствола. Не должно быть ни плесени, ни черных пятен. Если елка соответствует всем этим параметрам, то смело забираем зеленую красавицу домой и радуемся Новому году. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. В Самаре стартовал суд над основным полковником ГРУ Владимиром Квачковым. Сегодня состоялось первое заседание. Полковник Владимир Квачков – лидер запрещенной в России организации народное ополчение Минина и Пожарского. Сейчас он отбывает в Мордовской колонии наказание за подготовку вооруженного мятежа. Теперь его обвиняют в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. В интернете было размещено его видеообращение, посвященное десятилетию покушения на Анатолия Чубайса. В ролике усмотрели признаки экстремизма. Велась проверка, после чего отставной полковник ГРУ был официально привлечен в качестве обвиняемого. 13-ти фигурантам громкого дела черных риэлторов про для содержания под стражей такое решение принял суд Самарского района. Всего на скамье подсудимых 48 человек. Незаконным путем они присваивали себе квартиры. Жертвами обычно становились старики и люди, ведущие социальный образ жизни. Преступное сообщество состояло из нескольких групп, каждая из которых четко выполняла свои функции. А потому 4 года все работало как часы. Сейчас срок содержания подсудимых под стражей подошел к концу. Стороной обвинения было заявлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей под судимых на 3 месяца. 50 человек адвокатов, каждый адвокат должен высказать свое мнение, возражает он или не возражает против продления срока содержания под стражей под судимых. Почти 3000 охотничьих ружей и пистолетов в этом году изъяли у жителей Самарского региона. В основном за неправильное хранение. К владельцам гражданского оружия сотрудники управления Росгвардии регулярно приходят с проверкой. Даже если с ружьем 100 лет назад ходили на охоту немецкие дворяне и оно больше никогда не выстрелит, хранить его нужно в полном соответствии с законом. Как и где, расскажет Алина Чемерис. В этом сейфе настоящая история. Самое старшее ружье относится ко второй половине 19 века. По закону я могу находиться рядом с открытым сейфом только в присутствии владельца оружия. И неважно стреляют из этих ружей или нет, храниться оно должно по правилам. Коллекция старинных ружей досталась Евгению от отца, заядлого охотника. Здесь экземпляры немецкие, русские, французские и бельгийские. Их почти два десятка. На звери с этим оружием давно никто не ходит, говорит Евгений. Оно рассчитано на дымный порох. Современные патроны его только испортят. За своим сокровищем мужчина тщательно ухаживает и, главное, правильно его хранит. Где лежит ключ от сейфа, знает только он один. Сейф всегда заперт на ключ, без вариантов. Дома всегда кто-нибудь находится, если в силу определенных обстоятельств дома никого нет, хотя это кардиаретка бывает, стоит сигнализация. Если что-нибудь случается, то сюда приезжает очень оперативно наряд из управления вне ведомственной охраны. Всего в регионе около 85 тысяч владельцев гражданского оружия. На хранение у них почти 150 тысяч травматических и спортивных пистолетов, охотничьих ружей. Сотрудники управления Росгвардии приходят к ним с проверкой минимум раз в год. По правилам оружие должно храниться в металлическом шкафу в разряженном виде. Доступ обязательно только у владельца. Патроны тоже нужно держать в сейфе, иначе нарушение, которое влечет за собой штрафы и временную конфискацию. Это касается и соблюдения сроков, на которые выдана лицензия. Гражданин обязан не менее чем за месяц обратиться в подразделение лицензионной разрешительной работы для продления соответствующего разрешения. В случае нарушения сроков продления разрешения, когда гражданин своевременно не сдал, гражданину применяются уже более жесткие виды административных наказаний, накладываются штрафы, оружие изымается. По закону, чтобы получить разрешение на покупку и хранение оружия, будущему владельцу необходимо получить справку от психиатра и нарколога. Ружье или пистолет обязательно нужно зарегистрировать. В таком случае, как с Евгением, необходимо иметь лицензию на коллекционирование. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Молодым дорогу и трамвайные пути. Профессия водителя электрического транспорта становится все более популярной. В учебном центре ТТУ нет свободных мест. Желающие владеть ремеслом могут поступить на следующий курс. А первые выпускники центра уже год как перевозят пассажиров. За что они любят свою работу, знает Марина Матвеевшина. Как укротить железного коня, не понаслышке знает Оксана Авдеева. Большой брутальный трамвай сдается хрупкой девушке в руки и под ее управлением становится ласковым и послушным. В принципе, трамвай готов к использованию. Можно ехать. Управляет трамваем Оксана Авдеева только год. Она одна из первых выпускников учебного центра ТТУ. Говорит, увидела объявление о наборе и сразу поняла – это судьба. Я как-то всегда мечтала работать на железной дороге, скажем так, а трамвай – она маленькая на железной дороге. Не разочаровала у вас работа? Не капельки, даже еще больше, скажем так. Я проникаюсь этой работой все больше и больше. Скучать на работе не приходится, что ни неделя – новый маршрут. Поначалу новичкам дают короткие и не самые сложные маршруты. Затем постепенно пробуют на популярных. Оксана уже предвкушает, как будет ездить на двадцатке. Колеса стучат по рельсам, пассажиры спешат по своим делам, все вокруг живет своей жизнью. Оксане нравится чувствовать себя частью большого города. Город – это большой организм. Дороги – это вены. Общественный транспорт – это кровь, которая, скажем так, перевозит пассажирский поток по, скажем так, гонит по дорогам. И это ответственная работа, как мы приносим пользу людям, также городу. Все больше молодых водителей выходят на трамвайные и троллейбусные маршруты. За последние два года коллектив ТТУ помолодел, в смысле стажа сотрудников. Учебный центр, который начал работу пару лет назад, выпустил несколько десятков новых специалистов. Лекции и практические занятия проводят сами работники трамвайно-троллейбусного управления. Делятся опытом с молодыми. Кто, как не они, расскажут обо всех тонкостях водительского мастерства. До пяти минут включительно, да? Свыше пяти минут уже будет стоянка вне остановки. Это все должны прекрасно знать, так как будет очень много билетов на эту тему. Очень много жизненных ситуаций на эту тему. Учиться в Самару приезжают из Оренбурга, Казани, Краснодарского края. Иногородним предоставляется общежитие, а всем слушателям стипендии. А при успешно сданных экзаменах гарантировано трудоустройство. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Все как у людей. Международный день обезьян отметил Самарский зоопарк. Самые юные посетители смогли принять участие в увлекательных экологических конкурсах и подвижных играх. Дружелюбные обезьяны были рады познакомиться с гостями. Репортаж Сергея Ромашова. Главные виновники торжества и работники зоопарка устроили для детей костюмированное шоу. Юные посетители зоопарка попали в настоящую русскую сказку с Кощеем и Бабой Егой. Роль главного злодея сказочной Руси примерила на себя добродушная обезьянка Саймон. Беличи Саймири Саймон – главная звезда сегодняшнего представления. У детей он любимчик. Дети были рады не только Саймону. Все питомцы зоопарка вызывали улыбки на лицах малышей. Своими руками дети готовили для обезьянок блюда из фруктов. А потом приматов кормили, как в ресторане. Праздник удался у всех. Не помешали даже крепкие морозы. У нас теплые куртки. Нам не холодно было. На холода едва ли могут пожаловаться и питомцы зоопарка. Условия их содержания самые человеческие. Они у нас, во-первых, в теплом помещении находятся. И зимой поддерживаем оптимальную температуру, чтобы животные не простудились, не чувствовали себя комфортно. Традиция отмечать Международный день обезьян появилась в 2000 году. В Самарском зоопарке этот праздник проходит уже не первый год. У посетителей зоопарка еще представится случай поздравить питомцев. Сергей Ромашов, Артем Сулайманов. События. Самарские спортсмены завершают год на мажорной ноте. С международных соревнований они возвращаются с золотыми и серебряными наградами. На этой неделе отличились дзюдоисты, гимнасты и автогонщики. Смотрим новости спорта от Сергея Кизоркина. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Тольяттинские пилоты получили заслуженные кубки от Российской Автомобильной Федерации. Самарские гимнасты заняли второе место на международном турнире в Америке. Самарские дзюдоистки завоевали золото и серебро на чемпионате мира среди военнослужащих. Мария Персидская в финале чемпионата мира под дзюдо среди военнослужащих выиграла золотую медаль. Тем самым подтвердила титул победительницы летних всемирных военных игр. Другая представительница Самарской школы борьбы Анастасия Конкина, победительница Гран-при Узбекистана и Китая, на этих соревнованиях стала второй. В швейцарском устаре сборной России составили конкуренцию за места на пьедестале почета 13 команд. Самарские гимнасты Валентин Стариков и Андрей Маколов завоевали серебряные медали в командном многоборье на международном турнире Всемирно-олимпийской гимнастической академии. В Далласе штат Техас США россияне проиграли только сборной Японии, оставив позади себя бронзовых призеров соревнований команду Украины. Пилоты гоночной команды «Лада» получили награды по итогам прошедшего сезона. В Москве состоялась ежегодная церемония чествования чемпионов России в различных автоспортивных дисциплинах. На кольце второй год подряд первым стал Дмитрий Брагин. Ролисты Дмитрий Воронов и Василий Кричевский тоже поднялись на первую ступень пьедестала почета. Команда по турингу на чемпионате мира завоевала 9 подиумов, в том числе 3 победы на этапах в России и на финале чемпионата в Катаре. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Последняя суперлуния в этом году спешите видеть. Сегодня Луна будет казаться на 14% крупнее и на треть ярче, чем обычно. А все потому, что она приближается к нашей планете на максимально близкое расстояние. Спутник Земли будет таким ярким, что затмит метеоритный поток геменитой, который уже приближается к Земле. А в следующем году в августе земляне смогут наблюдать самое масштабное лунное затмение за всю историю человечества. Такое произойдет впервые с 1979 года. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»